Накануне завершился основной этап экзаменационной кампании для выпускников школ, а сегодня для девятиклассников. Следующие испытания будут проходить уже в резервные дни, то есть у ребят, которые не смогли по разным причинам сдать экзамены, шанс еще есть. А сегодня ученики девятых классов продемонстрировали свои знания по двум предметам – истории и географии. С ними пообщалась моя коллега Альмира Новоселова. Череда экзаменационных испытаний для девятиклассников завершается. Каждый из ребят уже несколько раз выполнял задания по различным предметам, поэтому никто из них уже не испытывает сильного волнения. Процедуру прохождения в пункт проведения экзамена проходит, предварительно оставив все, кроме паспорта и ручки. Сергей Железницкий уверен в своих знаниях, ведь он не раз участвовал в Олимпиадах по истории и показывал отличные результаты. Интерес к истории вообще с детства пошел. Мне всегда нравилось читать про полководцев, про внешнюю политику. Вот, по-моему, изучать внешнюю политику других стран через историю и вообще баланс сил в мире, то есть это очень даже интересно. Свои знания по истории в течение трех часов сегодня проверяют шесть человек. По географии на протяжении двух-четыре ученика. Любителям изучения различных стран и континентов в пункте проведения выдают линейку, калькулятор и атласы, которые необходимы им для выполнения заданий. А у юных историков ничего лишнего на парте быть не должно. Также у интересующихся древними временами был определенный выбор тем, которые они хотели бы видеть на экзамене. Особенность экзамена по истории этого года – это то, что дети имели право в этом году выбрать предмет, история, экзаменационный материал с 20 веком и без 20 века. То есть у нас часть детей выбрали историю с 20 веком. Это четыре человека и два человека без 20 века. Для них разные экзаменационные материалы. Девятиклассники уже знают свои результаты экзаменационных испытаний по многим предметам математики, русскому и иностранному языку, обществознанию, химии, информатике. Альмира Новоселова, Сергей Антропов. Программа «Время местное».